Спортмарафон представляет Самый главный вопрос, который задают все с территории современной Сибири Берется человек и опускается головой снег В пыжиковых шапках, в шубах Я предлагаю в первую очередь кусок нанотехнологичного пластика У вас берданка и ящик водки как самодостаточное средство для активного отдыха В углах я тоже гостей видел, видел в кедах, а там снега по поясу И у них теперь весь поселок ходит на снегоступах Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого Спортмарафон Аудиоверсия Всем привет, это Артур Ахметов и 117 выпуск подкаста Спортмарафон Аудиоверсия Если в предыдущем выпуске мы, можно сказать, грелись в песках Иордании То в этом выпуске предлагаю вернуться в суровую февральскую действительность На улице холодно, почти везде лежит снег, и снега этого довольно много Ну, если вы, конечно, не счастливый житель юга, хотя и там снег найти можно А в этом сезоне, произнося снег, мы все чаще произносим и снегоступы И как я мечтал о них прошедшую субботу в лесу в своей четной попытке совершить привычную часовую пробежку Тем временем, снегоступинг, как способ зимних путешествий, становится все более и более популярным Чтобы разобраться во всех его тонкостях, я пригласил в студию двух замечательных специалистов Которые и шагу без снегоступов не делают Это Даниил Воробьев, руководитель турклуба «Медоед» и один из опытнейших в России организаторов походов на снегоступах И Аркадий Клепинин, мастер спорта по альпинизму, официальный представитель бренда «ТСЛ» в России Один из организаторов российского фестиваля по снегоступингу «Ступня России» И вообще человек, которому мы, можно сказать, обязаны широкому распространению снегоступов в нашей стране Ну что, поскрипели потихоньку? Добрый день, Аркадий Добрый день Данил, привет Всем привет Такой, я понимаю, немножко исторический момент происходит Потому что вы заочно друг с другом давно знакомы Но так получилось, что впервые очно встретились в студии «Спортмарафона» Ну да, в некоторой степени благодаря вам Так бы, может, мы и переписывались бы Я задавал бы какие-то там необычные вопросы Но человека бы и вживую, наверное, не встретил бы Ну мы уже, да, много лет переписываемся И даже делали попытки встретиться И как-то вот не сходились в пути А тут вот То ли Данил редко бывает в Москве То ли Аркадий в Красную Поляну не ездит Так просто сложилось Не пересекались Так что спасибо вам и за нашу встречу тоже Хорошо, тогда скажем пафосную фразу «Все дороги ведут в спортмарафон» Ну, в частности, в студию подкастов Ну что же, у нас сегодня такая интересная задача Мы будем говорить про снегоступы И именно поэтому вы в этой студии Потому что мне вас рекомендовали как людей Которые, наверное, в нашей стране Одни из самых больших экспертов в этой области Вы, Аркадий, вообще человек, который, можно сказать, без преувеличения Зародили эту историю снегоступинга В современной России, так ее назовем А Данил, как один из самых опытных гидов Который уже очень давно и долго Сам ходит на снегоступах И водит людей в горы Вот у меня, как у автора подкаста, такое впечатление Что вот эта тема снегоступинга Она относительно недавно начала Так очень крупно муссироваться В том инфопространстве, которое окружает Активный образ жизни И вопрос мой первый такой Это у меня такое сложилось впечатление Что снегоступинг сейчас на каком-то Особым подъеме находится И к нему большой интерес Или просто эта тема как-то мимо нас проходила И она уже довольно давно и долго в России Является такой частью активного туризма Знаете, я специально приберег вот журнал История снегоступинга вокруг мира Написал ее бывший председатель Международной Федерации снегоступинга Марк Элмар из Америки Где он приводит, помимо современного развития Что там происходит, приводит историю Как зародилась снегоступинг Вы будете удивлены Снегоступинг зародился 6-8 тысяч лет назад В территории современной Сибири Так, значит, наша страна, значит Приятно Я был поражен, когда я это увидел Меня вот разум просто начал бунтовать Я не мог представить, что мы здесь живем И мы чего-то пропустили Если где-то сейчас в Сибири хорошенько покопать То можно найти, да? Вы знаете, я покопал Я покопал в Сибири, на севере И везде, где я встречал Я встречал только лыжи с камусом То есть лыжи, подбитые мехом животных Я не встретил старинных снегоступов Единственные более-менее старинные снегоступы Я встретил на Урале К югу от Екатеринбурга Вот в одной семье я нашел старые снегоступы Я вам больше скажу Мы просто не знаем свою историю Я нашел фотографию Во время Великой Отечественной войны Оказалась нехватка снегоступов в войсках И у меня есть фотография с одной из фабрик Где срочно довыпускаются снегоступы Мы про Вторую мировую говорим Да, про Вторую мировую Во время Великой Отечественной войны В советских тогда войсках Снегоступы стояли на вооружении Об этом никто не знает По-моему, около 15 тысяч снегоступов Тогда было для советской армии произведено Это вот вещь, которая просто мимо сознания проходит Но и снегоступы, допустим Даже если они существовали в той же Сибири Или в войсках Это всю жизнь была прикладная вещь То есть она требовалась для охоты Либо для военных действий Но она никогда не воспринималась Как самодостаточное средство Для активного отдыха И вот как самодостаточное средство Оно начало развиваться у нас Вообще вот на нашей памяти Скажем, с 90-х годов То есть в современной России Как средство отдыха Средство передвижения Оно начало развиваться буквально Вот на нашей памяти С 90-х лет И появились соревнования Появились просто прогулки Появились прогулки с гидами Это стал прикладной вид спорта Для, допустим, инвалидов То есть если знаете Что помимо олимпийских игр Существует так называемая Специальная олимпиада Это олимпийские игры Для людей с ограниченными возможностями То есть это целая сеть Психоневрологических диспансеров И интернатов И вот для них проводятся Всемирные игры И есть такие же игры у нас У них там культивируется Масса видов спорта В том числе Официальная дисциплина международная Это снегоступинг для инвалидов Более того Даже из наших инвалидов Становились чемпионами мира Среди инвалидов Ребята И для них это вот реально Как второй мир То есть когда ты смотришь Как они бегут на снегоступах Они бегут на них лучше, чем ходят И это тоже вот отдельный мир Снегоступинга Который проходит мимо нашего сознания Который мы не знали Аркадий, скажите Вы вот несколько ранее Упомянули Марка Элмара Как бывшего председателя Международной Президент Международной федерации Снегоступинга Вот эта Международная федерация Снегоступинга Она давно ли была создана И чем она занимается? Создана она чуть больше 10 лет назад До этого существовало две Условно говоря Конкурирующих организаций Была Европейская федерация И была Всемирная неполная организация Чуть больше 10 лет назад Это объединили Это стала одна большая организация Стали проводить чемпионаты мира На которые в том числе Наша команда российская Выезжала несколько раз Появилась структура самой федерации Исполнительный комитет В который я какое-то время входил даже И задача стоит помимо Как бы традиционного развития Снегоступинга Как вида спорта Входит в том числе И потенциальная задача Войти в международное Олимпийское движение Этот вопрос я как раз задал Чтобы подвести к следующему Снегоступинг Это в итоге все-таки спорт Или это активный образ жизни? Ну я думаю Что вот Данила не даст соврать Это образ жизни скорее Ну это зависит от ваших увлечений И для кого-то это может быть И спорт высших достижений И может быть когда-то станет И олимпийская дисциплина действительно А для кого-то это повседневная жизнь И работа Потому что снегоступы используются Очень во многих профессиях Которые предполагают Нахождение на снежном рельефе Конечно же отдых Семейный отдых Есть детские снегоступы Есть снегоступы Предназначенные для разного рельефа И в зависимости от того Где вы проживаете Там в районе Красной Поляны Или средняя полоса России Вы выбираете то что вам подходит И это отдых Это прогулка на фотосессию На зимний пикник Это использование Для откапывания Зарывшегося снегохода Автомобиля Буровые вышки Горнолыжные курорты Обслуживание Международных соревнований Такие как Олимпийские игры Например Хавпайп Могул Слоупстайл Парки Они предполагают Установку сетей безопасности И определенную на них рекламу Потому что у нас В нашем мире Везде маркетинг присутствует И как подрядчик Монтажник Там окажется Либо на горных лыжах Сверху вниз Либо если он не может Или есть ограничения В связи с определенными условиями Снежными Снизу вверх На снегоступах Установка чего-либо Поэтому я думаю Что очень широкий спектр Это и спорт И отдых И вообще каждый день Практически Но вот все вот эти профессии Это то Что ты себе представляешь Где могли бы Использоваться снегоступы Или это реальные кейсы Использования их Это абсолютно реальные кейсы Мне довелось Семь лет проработать В оргкомитете Сочи 2.14 Мы готовились к играм У нас были за год До игр Тестовые соревнования Международного уровня И у наших официальных Подрядчиков У монтажников На курорте Роза Хутор Были заранее Официально закупленные Снегоступы ТСЛ-226 И они ходили И вешали Коммерческую рекламу На паралимпийских соревнованиях Где она разрешена На филду в плей А на олимпийских играх Рекламы нет Но там есть Вордбарк Олимпийские кольца Хэштег Узор Паттерн И это Пешком Снизу На снегоступах И хавпайп Такая труба Для выполнения трюков На лыжах И сноуборде Бока Верхние террасы Где стояли Виндеры Флаги Тоже элемент Образа игр Они устанавливались Монтажниками И волонтерами Которые ходили На снегоступах Или на кошках Но на кошках Они слишком близко Подходили к зоне Проведения соревнований Судьи ругались Поэтому их просили Ходить за сетями Безопасности А там снега по пояс Поэтому это Снегоступы Это реальная история И есть люди Которые Ну вспоминают это С интересом Тогда это было тяжело А сейчас Как это было здорово То же самое РАО ЕС Все северные вышки Они обслуживаются Монтажниками В снегоступах И я имел К этому отношение Из первых рук Знаю Количество Которое туда Попадает Спасатели Верхней Волги Зимой Оборудованы Все снегоступами Для спасения Рыбаков На льду То есть Если рыбаки Попадают в полынью Они добегают туда Добежать быстрее По льду Все-таки Без снегоступов Но возле полыни Без снегоступов Ходить спасателю Реально невозможно Потому что Сам угодишь И таких вот Прикладных значений Для снегоступов Можно Даже придумывать Не надо Они уже реально Существуют Опять-таки Они существуют Просто не в нашем с вами мире Мы с ними Не пересекаемся Ну давайте В наш мир вернемся Потому что Наш мир Это активные увлечения В том числе И зимние Вот если Взять весь тот Спектр Зимних развлечений Которыми увлекаются люди На ваш взгляд Снегоступинг Какое место Занимает среди них Насколько Это сейчас Популярная история В России Именно как Активный вид отдыха Недооцененные до сих пор То есть потенциал есть Неимоверный То есть Я хочу привести Очень интересный пример В 2007 году Мы С департаментом образования Красноярска Проводили Они проводили Такие большие Спортивные игры Для молодежи И подростков И Там массу видов спорта И они захотели Использовать В том числе И снегоступинг И дальше В Красноярске Прямо на Главном стадионе Они устроили Начало забега Мы им помогли С прокатным фондом И они огромнейшие Мероприятия провели В том числе Для руководства Города Они сделали Небольшой забег По стадиону Меньше километра И они Ну какой забег Они прошли В пыжиковых шапках В шубах Как им удалось Уговорить Представителей администрации Выглядеть Немножко смешно Видимо на слабо Но самое интересное Было потом Во время подведения Итогов Когда На уровне города Подводили итоги Мероприятия Вдруг Департамент образования Встает и говорит Вы знаете Вы нам поняли Огромнейшую идею В связи с потеплением В связи с развитием Инфраструктур В городах Огромнейшая проблема Проводить уроки По физкультуре Вот раньше В наше время Мы все бегали На лыжах В соседнем парке Были значит Лыжни Мы там бежали Каждую неделю Мы там один-два раза Проводили в парке Где-то ходили Сейчас нет парков Сейчас нет лыжней Сейчас детям Негде заниматься Физкультурой И оказалось Что на уровне города Например Удобнее проводить Тот же самый Снегоступинг Для детей Потому что Это очень хорошая Активность Это очень хороший Гармоничный Вид активности Который позволяет Работать всем мышцам И для детей Это прекрасная Замена Лыжам Для которых Нет уже Иногда возможности Для занятий То есть На таком уровне Развития Это же Огромнейший потенциал То есть Во всех городах Во всех селах Во всех деревнях Там где Нам нужно проводить Занятия по физкультуре Зимой Их можно проводить На снегоступах И более того Комплект лыж Или комплект Снегоступов Стоит Как минимум Сопоставимые деньги А то и дешевле Потому что Снегоступы Есть не только Какие-то там Супермодерновые А есть Совсем дешевые Китайские Которых В принципе Тем же самым Детям Без гор На плоскости Вполне хватит Канин Но вот мы когда С тобой Перед записью Ехали в автомобиле Общались на тему Снегоступов Ты сказал Что ты считаешь Что снегоступинг Это примерно 30% Активного отдыха В России Сейчас Зимнего Если говорить Про зимние походы То это Достаточно Такой еще один Серьезный вид Недооцененный 30 Не 30 Но это существенный Объем С которым Приходится считаться То есть Зимние походы Они могут быть Просто пешие На лыжах Охотничьих Туристических Ски-тур И вот еще Один огромный блок Это Те люди Которые ходили Обычный трекинг И они поняли Что зимой Они могут продолжать Ходить примерно По тем же локациям Но на снегоступах И я заметил Также интерес У эвентщиков У эвент-агентств Что они Увидели эту активность Как большой потенциал Еще одного занятия Своих корпоративных клиентов Я Сам выходец Из турфирмы И у меня Знакомство с снегоступами Началось с 2005 года Они у нас лежали В Красной Поляне В прокате В том месте Где сейчас ЖД вокзал Рядом с Роза Хутор Была турбаза Ирбис Лежало пять пар Они были никому не нужны Я их прям Предлагал 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 всем И сам на них ходил А что сейчас происходит Пока не произошел Вот этот кризис Со здоровьем В мире Были постоянные Обращения Для того Чтобы Какую-то новую Активность предложить Приезжает большая Корпоративная группа И нужно заполнить их день Кто-то катается Часно на снегоходах Кто-то Разводит там костер И готовит Принимает участие В гастрономическом Турнире Приготовления Кто-то рыбалывает И кто-то ходит На снегоходах А потом они Меняются местами И из этого Складывается Корпоративное мероприятие Еще одна интересная Особенность На снегоступах Можно обучаться Тому же самому Лавинному курсу Безопасности Не все фрирайдеры Из тех людей Которые хотели бы Это знать Есть люди Которые просто Находятся в горах Им тоже нужно знакомство И они не могут Специально обучиться На горных лыжах Заранее Чтобы узнать Что такое лавинный курс Они приходят на снегоступах Получают те же знания Проходят лекцию На практике Все это закрепляют На розахутор Есть целый полигон Он условно бесплатный По предварительной регистрации Можно потренироваться В поиске С датчиками С лавинными щупами То есть это еще один из способов Как познакомиться С этой темой Безопасности в горах Скажи пожалуйста Вот насколько часто Бывает так Что человек обращается Тебе как к локальному гиду И говорит Я хочу сходить куда-нибудь Но не знаю как И ты ему предлагаешь Именно снегоступы Обращается достаточно часто Потому что я работаю С несколькими агрегаторами По продаже туров С двумя компаниями Не буду сейчас их рекламировать Нет, я знаешь К чему задаю этот вопрос Когда люди Не зная о снегоступах Узнают о них от тебя Вот они пришли С каким-то Облачным запросом Хотим Но не знаем как Ты говоришь Снегоступы И вот что после этого В глазах у людей То есть Насколько они понимают Что такое вообще Снегоступы Многие не знают Что такое снегоступы Это одно из моих Любимых занятий Поэтому если у меня Звонок из ниоткуда И говорят Просто мы хотим Интересно отдохнуть Я предлагаю В первую очередь Снегоступы У любого маршрута Есть свое золотое время Зимой надо продавать Снегоступы Я не предлагаю Экскурсию Джип-тур Или там Поход в каньон Конечно я предлагаю Снегоступы И называю это Легким Интересным походом На зимний маршрут Дальше он может быть И средний и тяжелый Но нужно гостей Не напугать И сказать что у вас Точно получится Как правило Я дальше показываю видео То есть отправляю Видеоролики Показываю И очень многим нравится И в итоге у нас бывает Не похода Прогулка на снегоступах С фотосессией То есть такое Три-четыре часа Походили Пофотографировались Ну если понравилось Знакомиться со снегоступами Можно продолжить Но мягкое введение В этот вид Три-четыре часа На самом деле Это много Но даже просто Вот час-два Это не испугает Вот этих людей Которые с этим Не знакомы Но это просто Неимоверный опыт А если еще где-то Там на дальнем конце Им там сосиски пожарили Это воспоминания На всю жизнь Совершенно верно Я делаю такой вывод Что если ты в принципе Умеешь ходить Ногами по земле То ты в принципе И можешь ходить На снегоступах Вот это наверное Самый главный вопрос Который задают Все впервые Выслышавших Про снегоступы Чего мне надо уметь Чтобы вот с вами Куда-то пойти Ответ просто классный Ничего Не требуется Никаких Ну если ты в принципе Не инвалид И у тебя нет проблем С опорно-двигательным аппаратом Все Ты умеешь Ходить на снегоступах Тебе нужно их просто Прикрепить на ноги Ой мне придется Там идти в шпагате Чтобы значит Они не пересекались Ничего не надо Снегоступы Так устроены Что тебе вообще Не требуется Изменять походку Не требуется Каких-то специальных навыков Вот пойти на Беговых лыжах Нужны некие навыки Нужно чувство равновесия Нужна какая-то координация В снегоступах Ничего этого не требуется Ты встал и пошел Да там Палки можно взять Это будет тебе Какая-то помощь Есть какие-то тонкости Что надо все время помнить Что в снегоступах Нет заднего хода То есть в снегоступах Есть только Ход вперед Ну есть на самом деле Трюк Как это можно обходить Но если тебе нужно Повернуть назад Ты должен остановиться Развернуться И пойти назад Сделать просто Пару шагов назад На снегоступах Иногда это Довольно серьезный трюк Потому что Пятка отстегнута То есть ходит Со стегнутой пяткой Это тоже вот иногда Для людей Которые сами Осваивают снегоступы Может быть Типичной ошибкой Надо ногу просто Очень высоко задрать Чтобы не вспоткнуться Они же отпадут у тебя Это очень высоко нужно Я понял Надо обладать Недюжей растяжкой Есть нюанс У компании TSL Французского производителя Снегоступов До модели 226 Которая до сих пор Производится Продается Была такая маленькая Транспортировочная скоба Которая позволяла Закрепить пятку Использоваться Для транспортировки Но наш человек Придумал Что можно это использовать И как раз таки Закрепив пяточку Можно пятиться назад Можно ходить По траверсу Тогда у вас Больше сцепления Всей подошвы ботинка С платформой Снегоступа Больше управляемой Снегоступом И вы на траверсе Чувствуете себя Более уверенно И самое главное На спуске вниз Когда вам нужно Давить на пятку Лучше чтобы пятка Была застегнута Но на всех более Последующих моделях Эту маленькую скобу Защелкивающую пятку Перестали уже добавлять Возможно Это какой-то Анахронизм В принципе Когда ты ходишь На снегоступах Ты можешь Конечно ходить Вообще где угодно Я например Встречал В Хибинах Туристы Траверсируют Огромнейшие Крутые склоны На передних зубьях Кошки от снегоступа То есть у них Снегоступ висит И они почти Пусть не вертикальные Но 60-70 градусов Стенка И они их Траверсируют На снегоступах Просто втыкая Передние зубья Точно так же На спуске Ты можешь Довольно крутые спуски Ходить По снегу Но в большей части Люди ходят Просто достаточно Комфортные склоны Но если уж Встречаются Длинные Крутые склоны Вот тогда Действительно Есть смысл Закрепить пятку Чтобы при беге У тебя Случайно Не отпала Дека вниз И ты не наткнулся На нее Во всех остальных Случаях Они совершенно Естественным образом При шаге Убираются вниз И ты на них Встаешь Поскольку мы Здесь уже Упомянули Очень много Частей самой Конструкции Снегоступа Я понимаю Что в аудиоподкасте Это сделать Довольно сложно Но давайте Попробуем нашему Слушателю Нарисовать Вообще Что такое Снегоступ Из каких частей Он состоит Ну основных И какие Снегоступы Вообще бывают Чтобы наши Слушатели Представляли Но я надеюсь Что они Пока слушают Еще имеют Возможность Написать в поисковике Запрос Снегоступа И посмотреть Вообще Что это такое Ну тут Сразу надо Просто оговориться Что в принципе Снегоступ Это средство Передвижения По глубокому снегу Это не значит Что снегоступ Позволяет тебе Плыть по поверхности Он позволяет тебе Проваливаться В снег На комфортную глубину То есть Если ты двигаешься Просто в принципе По снегу И проваливаешься Глубже Чем по колено То дальше Трудозатраты На передвижение Они превышают Смысл этого Передвижения Снегоступ Позволяет На довольно рыхлом Снегу Проваливаться На комфортную Глубину Из снегоступов Существует Огромнейшее Количество разновидностей Но самое главное Вот первое Что нужно понимать Весь мир Чисто ментально Поделен на Две системы Рамные и платформенные Рамные снегоступы Это условно говоря Трубка В форме снегоступа На которую Натянуто Неким образом В наших понятиях Это вот ПВХ От Софтрансавта Трубка Вы имеете ввиду Каркас Каркас И дальше На ней На вот этом Каркасе На раме Натянута Условно говоря Ткань Ну на самом деле Пластифицированные И дальше Закреплено Некое крепление Позволяющее Прикрепить их На ногу Другая система Это целиком Литые снегоступы Которые Во время литья Используется Там Создание Огромного количества Элементов Позволяющих Максимально Закрепить Снегоступ Во время Передвижения По склону То есть Снегоступ Перестает Подскальзывать Во время движения И Вот весь рельеф Который внизу Снегоступ Существует Он существует Как раз для Максимального Закрепления На склоне Дальше Там уже Появляются Специальные Коротенькие Шипы Такие Маленькие Кошечки И так далее И так далее Но в целом Вот есть две системы Есть рамные Есть платформенные Сказать Какая из них Лучше Однозначно нельзя То есть Мир просто Поделен между Этими системами А как так получилось Что мир поделился Чисто Исторически Это география География Да География То есть Первоначально Конечно 6-8 тысяч лет назад Ни о каких трубках Алюминиевых Речи не шло Из прута Делалась Некая рама На ней Опять-таки Из прута Делалась Какая-то решетка И вот такого рода Снегоступы Они до сих пор Существуют Внешне Эта штука Напоминает Ракетку Теднисную ракетку Поэтому Допустим Во французском языке До сих пор Понятие Снегоступы Они не говорят Снегоступ Ля Снегоступ Они говорят Ракет То есть Ракетка В итальянском Изначально Тоже была Ракетка Но Сейчас Больше Используют Слово Часполе А в Американском Так и осталось Сноушу Вот эти Первоначальные Снегоступы Их до сих пор делают Но Вот именно В виде ракетки Они живьем Остались уже Практически Только в Америке И именно Америка Больше всего Использует Рамную конструкцию То есть В Америке Все Условно говоря Почти 100% Снегоступов Которые производятся Они все Сделаны По типу Рамных В Европе Может быть За счет того Что много гор И передвижение Было больше в горах Чем по равнине Вот эти вот Ракетки Довольно быстро Модифицировались В такую Тоже В общем-то Рамную конструкцию Но Она была Не в виде ракетки А в виде Такого Следа от ноги Огромного Или в виде Боба Куда натягивали Веревочку И вот Она создавала Такой снегоступ В Европе Практически Все пользуются Платформенными Снегоступами Может быть Чисто ментально Почему-то так сложилось Что в Германии Например Пользователи Где-то 50 на 50 Рамных И платформенных Это единственная Страна Европы В которой более-менее Еще популярна Рамная конструкция Во всех остальных Странах Конструкции Только платформенные Ты, Данил, адепт Какой системы? Ну, мне кажется Что здесь Все связано С условиями Где вы будете Использовать снегоступы Для сложного рельефа Рамные снегоступы Менее подходят Мягко говоря Они подходят Для очень глубокого Рыхлого снега Для открытых пространств Полей, холмов Рек Замерзших озер Если вы лезете в горы Вам однозначно Нужны Снегоступы Конструкции С цельной декой Пластиковая Широкая Короткая лыжа Без рамы С натянутым материалом А полностью Кусок Нанотехнологичного Пластика Потому что Его можно Как Аркадий уже говорил Втыкать на траверсе носом Рамные снегоступы С натянутым материалом Ну, будет гораздо сложнее Втыкать носком Или боком Втыкать Этот материал Внутри рамы Связанные места С креплением ботинка Они будут немножко Деформироваться Сгибаться вбок Он не такой устойчивый Не такой маневренный Не такой жесткий Вот, поэтому Для сложного рельефа Красная поляна Где я обитаю Соседняя Абхазия Спуски Подъемы Переправа Через ручьи Незамерзшие Подход к Полузамерзшим водопадам Бурелом Это, конечно же Снегоступы С цельной декой Пластиковой В новейшей истории Уже вот С 90-х годов Первые снегоступы Которые в массовом количестве Появились в продаже И долгое время существовали Это были вот опять-таки Платформенные снегоступы Ну, Европа ближе к нам Территориально, наверное Поэтому И, может быть, за счет этого Они как бы И вообще на первом этапе Были единственные И популярные Потом Количество Переросло В качество Наоборот Качество переросло В количестве Появилось огромнейшее Количество Людей Которые Все-таки Хотят это использовать Спрос рождает Предложение И на рынок Полились Вдруг Китайские снегоступы В Китае делаются Только рамные снегоступы До этого Все попытки Привести Рамные снегоступы Параллельно Вот с Теми же самыми ТСЛ Они заканчивались Ничем Потому что Американские снегоступы Стоят гораздо дороже Чем пластиковые То есть Производство В принципе Пластикового снегоступа Оно достаточно дешевое Ты сделал пресс-форму Отлил У тебя готовый снегоступ На который ты Там Какие-то мелкие элементы Только закрепил Но это если Есть фабрика литья С точки зрения Кустарного производства Или там Массово китайского Производства Там обратная система Проще сделать трубку На ней что-то натянуть Закрепить Как-то крепление Которое будет Привязываться к ноге А как оно будет Использоваться Их уже не волнует Вот Соответственно Вот допустим Охотники Они и сейчас С большим пиететом Относятся К рамным снегоступам Плюс к этому Еще один фактор Платформенные снегоступы Не бывают Огромного размера То есть Платформенные снегоступы Делаются Ну максимум Скажем 27-28 дюймов Больше Чисто технологически Делать уже тяжело А рамные снегоступы Есть 30-35 дюймов 40 дюймов То есть Это такая Огромнейшая лыжа Выше пояса Высотой Широченные Но Они на этих Снегоступах Не ходят по склонам Они ходят Просто вот По ровному месту У меня есть очень хороший опыт На Кавказе Мы проводили соревнования В рамках Эльбрус-рейс На них приехало Какое-то количество Военных Которым кто-то Поставил рамные снегоступы А большинство участников Они были на Платформенных Ну в основном ТСЛ было допустим Неважно Дальше там Трасса была довольно Небольшая И было таких Два полукольца На склоне Где нужно было бежать Обегать какой-то камень Сворачивать обратно И вот этими Такими полукольцами Надо было бежать Армейцы Очень хорошо физически подготовлены Сразу же со старта Вышли первыми Дальше на первом же повороте Они на своих рамных снегоступах Уезжают вниз Метров на 20 И дальше Возвращаются к трассе А эти как бежали Просто свернули И побежали вверх И дальше Это вот на каждом повороте Они как на лыжах Уезжают вниз То есть Все хорошо Пока ты идешь по-ровному Но как только Ты активно Бежишь По склону В рамных снегоступах Это делать очень тяжело Плюс В рамных снегоступах Действительно Очень тяжело Закреплять Вот это крепление Чисто технологически То есть Эта вот ткань Она будет Проминаться Прогибаться И жестко закрепить Крепление Ты не можешь А в платформенных снегоступах Это вот как Скитуровское крепление То есть Просто абсолютно Жесткая конструкция При ходьбе на траверсе Она стоит Так как Вот нога встала И все Значит В целом Мы понимаем Что снегоступ Представляет собой Некую платформу Будь она рамная Будь она Литая Из пластика Или из какого-то материала И на нем Размещается Крепление Для чего Какая обувь нужна Чтобы ходить В снегоступах Хоть домашние тапочки Да Можно в любую обувь Пойти Это другой вопрос Но они будут держаться Все равно Специализированных Снегоступных ботинок Нет Есть Как бы Плавно перешли К виду креплений В рамных снегоступах Там не существует Вот серьезной Несущей платформы Под ботинок И большинство креплений Это система ремней Которые удерживают Ботинок На этой вот Раме На платформе Наподобие Классических Сноубордических креплений Ну Даже еще проще Еще проще То есть это просто Несколько Резиновых ремней Которые затягивают Ботинок спереди Резиновый ремень Который держит Ботинок сзади Некая конструкция Которая удерживает На снегоступе В случае платформенных Снегоступов Там можно делать Любые абсолютно Вещи Но основное Это вот есть несущая Длинная платформа На которой стоит нога И дальше Неким образом Удерживается носок И удерживается пятка Носок Это просто Некий кусок калоши Который просто держит носок Чтобы он максимально Жестко там стоял Там есть тоже Ремешки Которые утянут По ботинку Сзади Самое простое Это кусок стропы С фастексом Который Встегивается И все Есть более серьезные Конструкции С трещотками Есть система Буа Сейчас очень модная Когда такой тросик Утягивающий Вокруг ботинка С такой вертушкой И она сейчас Очень модная Почему-то вот В этом году Выстрелила Все хотят Систему Буа Ну мне кажется Это больше дань моды Потому что в принципе Любая система Позволяет нормально Зафиксировать ботинок Вот Но помимо этого Существует крепление Так называемый СТПН Когда у вас Вообще ничего нет На самом снегоступе И есть Условно говоря Два пина Как на пиновых Скитеровских креплениях А ботинок Соответственно В нем встроенные Приемные отделения Вот для этих пинов И ты Сам ботинок Достаточно жесткий Который исполняет Роль платформы То есть в принципе То же самое Как в скитеровских Креплениях Ты встегиваешься Только носком В снегоступ И пошел Соответственно Вес снегоступа Вообще никакой И компактный Потому что Не торчит ни ремни Ни калоши Ничего То есть ты просто Вот почти Плоский снегоступ И носить легко И ничего не весит Но в России Где до сих пор Все-таки Большинство Воспринимает Снегоступы Как прикладной Вид А не Самодостаточный Для активного Отдыха Продажи Вот такого рода Специализированных Ботинок Креплений Минимальный На Западе Это совершенно Несопоставимый Рынок То есть это Отличающийся Просто на Несколько порядков Ну вот Всегда привожу Тоже в пример Объемы То есть объем рынка Представить тяжело А вот объем Людей в этом Участвующих Как раз очень легко То есть например Те же самые соревнования Которые в той или иной Мере у нас в России Проводятся Они собирают Ну самые людные Соревнования Которые я встречал Это было 150 человек А например В Италии Каждый год Уже больше 40 лет Уже больше 45 лет В первых числах января В долине Вальденон Это возле Бальсана Проводится гонка Часпалада И там 6 тысяч участников 6 тысяч снегоступеров Одновременно То есть это Практически Весь район Работает на эту гонку То есть во всех гостиницах Во всех ресторанах Ты видишь только снегоступеров Ну вот в максимуме Было 8 тысяч участников Ты регистрируешься Ты платишь Либо стартовый взнос Со своими снегоступами Либо стартовый взнос С прокатом снегоступов Прокатный фонд Этой гонки Составляет 4 тысячи пар То есть ты просто Приезжаешь Бежишь снегоступы И на соревнования Да Рано утром Во всех гостиницах Подъезжает автобус И это вот Несколько тысяч человек Везут на старт Дальше Это вот Огромнейшая масса В несколько волн Стартует Бежит эту трассу Идет эту трассу Ползет эту трассу Приходит на финиш И там Уже накрыты столы Всеобщее празднество То есть Несколько тысяч человек На снегоступах Как у нас Лыжня России На беговых лыжах Да Именно поэтому Если знаете Что мы несколько лет Проводили соревнования Ступня России Ступня Это вот В принципе Наша мечта была Чтобы когда-то В отдаленном Будущем А надеемся Может и не Очень отдаленном Эти соревнования Станут настолько же Массовыми Как и Лыжня России Ну надеюсь Наш подкаст Внесет в это Небольшую лепту Все же хочу вернуться В конструктивное русло Понятно что сказали Что можно Снегоступ Встегнуться В любой обуви Но все же Зима И мы относимся К этому вопросу Серьезно Наиболее подходящую Обувь для хождения В снегоступах Какая? Трекинг Трекинговые ботинки Те ботинки В которых вам Будет удобно Ходить Но они должны быть Непромокаемые Теплые Непромокаемые Ну в альпинистских ботинках Много ходить Невозможно То есть да Они будут жесткими Серьезный трекинговый ботинок То что бэкпэкинг Называется Вот жесткий Трекинговый ботинок Но чисто технически Прикрепиться В домашних тапках Туда можно Но в них будет Естественно Некомфортно Мы встречали Вот на той же самой Ступне России Привозили школьников Прям целый класс приехал Девочка была в угах На нее было жалко Смотреть на финише Это было Насквозь Во-первых Мокрое все Во-вторых Они же на траверсе Ничего не держат То есть вот При каждом шаге Она просто вот Ковыляла Хочу добавить Из своего опыта Из региона Красной Поляны Где у нас Пересеченный рельеф Я всегда гостям Пишу рекомендации По общему снаряжению И немножко Может быть утрирую Но я всегда им пишу Максимально жесткие ботинки Чтобы они Из того что у них есть Выбрали то что покрепче Приходят конечно же В чем угодно В углах Я тоже гостей видел Видел в кедах И даже приходили В ботинках Но в городских Ну типа высоких туфлей Если это прогулка С целью пофотографироваться В соседнем лесу Ну да Это как-то прокатывает Но не очень Вот Если у нас поход На полдня На день Я настаиваю На трекинговых ботинках Дальше от возможностей Гостей И от сложности рельефа Мы растем до Крепких Жестких ботинок До ботинок Под кошки Которые помогают Вам обеспечить Более лучшее Жесткое скрепление С платформой Снегоступов Ну я говорю сейчас Про компанию ТСЛ У которых жесткая Пластиковая дека И есть еще Небольшая платформа Которая крепится В ваш ботинок Так вы гораздо Более устойчивый Снегоступы у вас Маневрены И вы лучше Можете им управлять И у вас максимальное Крепление Обжимает ваш ботинок Нет люфта И вы можете уверенно ходить У вас лучше равновесие Вот Ну и При всем этом Независимо какая у вас обувь Обязательно трекинговые палки С большими шайбами Как максимально крупные шайбы Для фрирайда Самые огромные Они позволяют палке Глубоко не проваливаться И вы можете отрабатывать Уклоны лево-право На спуске помогать На подъеме помогать руками Без палок на снегоступах На пересеченном рельефе Ходить практически невозможно Снегоступ Когда проваливается Незначительно Он проваливается Не совсем горизонтально Он проваливается Как угодно Он уплывает Немножко налево Направо Взад Вперед И вам нужно Все время компенсировать Это очень крутая Физическая зарядка То есть у вас прорабатываются Вообще все мышцы Мышцы кора Снегоступы Помимо тех функций Ролей Которые мы уже озвучили Кому они еще нужны Они нужны девчонкам Которые любят фитнес И хотят прокачать Свою фигуру Отдельные части Или всю фигуру Ну Они очень гармоничные Арест Так называемый Вот если переходить От такого развлечения В виде двух часов На снегоступах полюса В ботинках городских К такому серьезному походу С чем человек столкнется Вот если он первый раз На снегоступах В жизни И вот он решил сходить На целый день На снегоступах Вот что собой будет Представлять этот поход И что здесь нужно Важного знать Об этом походе Как к этому подготовиться Конечно же лучше Погуглить Послушать друзей Подкасты И немножко подготовиться Ну начну вкратце Но издалека все-таки Нужно делать зарядку Кушать витамины Обязательно размяться И хорошенько проработать колени Перед выходом Затем во время похода Гид не будет все время вам торопить Если снег глубокий Это просто невозможно Поэтому по очереди все меняются И получают примерно Одинаковую нагрузку Когда вы первый торопите Это большая нагрузка Второму человеку Немножко полегче Но он продолжает Проваливаться Третий идет уже легко У пятого Это снежный тротуар И они должны все время меняться Вы должны договориться Там сто шагов Шаг вправо Второй прошел вперед Дальше Тропим Договориться что сто шагов И кто будет эти шаги считать Ну условно да Могут быть конечно разногласия Нужно быть готовым К большой физической нагрузке Нужно потянуться Растянуться хорошенько Потому что могут быть С непривычки Судороги Потому что подключаются Те группы мышц Которые в повседневной жизни Не задействованы Шаг на снегоступе Он вам легко дастся Потому что да Вы умеете ходить Вы на снегоступах пойдете Но у вас подключатся Другие мышцы И они могут быть Не совсем готовы О существовании которых Мы даже не подозревали Вверх когда идем А когда вниз Еще другие таинственные мышцы Вы должны быть правильно Экипированы Следует придерживаться Общих рекомендаций Таких же примерно Как горнолыжная кота Неактивная Или еще ближе Это скитур Это может быть одежда Принцип трехслойной одежды Термобелье Хороший флиз И однослойная мембрана Обязательно с собой Пуховка Хотя бы пуховый жилет Который вы наденете На привале Не во время ходьбы И у вас есть всегда Ну какая-то цель в походе Уйти далеко И вкусно покушать Или добраться до красивой точки И там сделать Какой-то памятный фотоснимок Нужно конечно же Изучить карты Убедиться что гид Достаточно компетентен Взять навигатор Желательно не на смартфоне Конечно же Взять налобный фонарь Потому что может быть Произойти какая-то Непредвиденная ситуация И тайминг будет нарушен И снегоступы Можно использовать Не только для ходьбы Но есть конечно шутки На эту тему Есть реально лайфхаки Когда мы приходим Из зоны леса На альпийские луга Где еще не доходят лавины Мы обнаружим Очень много засыпанных снегом Летних балаганов Пастушьих Охотничьих балаганов Такие домики деревянные Как правило Они наполовину Или почти полностью Погребены под снегом Для этого нужно Нанести с собой Лавинную лопату А также отдельная история Лавинный щуп Датчик И всем этим нужно уметь пользоваться Но если у вас лопаты Почему-то нет Снегоступом Можно достаточно эффективно копать Гораздо эффективнее Чем своими перчатками Чтобы откопать дверь Попасть в этот балаган Где нет ветра Там на газовой горелочке Приготовить еду Погреться Отдохнуть И отправиться дальше Можно колоть орехи Снегоступами Можно из них сделать якорь Закопать их в снег Как станция для страховки И опустить веревку Если рельеф этого требует Очень много Неоднозначных способов Что можно с ними делать Чего можно делать На снегоступах Чего не получится сделать На лыжах Более маневренно В заваленном лесу Передвигаться То есть на лыжах Вы просто застрянете На снегоступах Можно по заваленным бревнам Заснеженным двигаться Разворачиваться Практически на месте На них можно При определенном навыке Бегать И они гораздо удобнее При переходе ручьев Потому что на лыжах Во время скитура Либо вы мочите камус И он у вас потом плохо работает Как бы ну жалко Вообще на таком оборудовании Там, которое больше 100 тысяч Переходить ручей по камням Можно упасть Застрять И это может принести Не только травмы Но и более серьезные последствия На снегоступах Если у нас не замерзший ручей И он не глубокий Мы прям поперек Переходим Не разуваясь Они нам добавляют 2-3 сантиметра Плюс подошва ботинка И вы просто Прямо по камням Перешли и пошли дальше То есть это такой Легкий брод По поводу ручьев Я не знаю Интересно ли это В этом эфире Но это отдельная часть рельефа Которая я считаю Опасной Так, теме безопасности В горах Потому что ручей может быть Неправильно оценен С точки зрения формы Рельефа Это может быть Небольшой каньон И когда мы его переходим Либо мы его перепрыгиваем Что не совсем Может быть безопасно Либо мы его просто Переходим в снегоступах Если уровень воды позволяет У нас недавно была история Я не буду ее Во всех подробностях рассказывать Но мы доигрались У нас один человек Перепрыгнул ручей Пока мы думали Где лучше его переходить Потом он перепрыгнул Его обратно Потом мы подумали Как это классно Решили снять видео Видео этого не существует Он упал Он споткнулся Упал в итоге Вниз головой И там были еще ветки И он застрял В неудобной позе Я не думаю Что он бы захлебнулся Но ситуация была близка к этому Знаете какая глупая история Вот Мы его очень быстро вытащили На одну сторону берега Причем мы его взяли За снегоступ У него была защелкнута пятка Мы его вытащили Он был весь промокший Ну вокруг снег, лед Вода течет Потому что просто течение есть То есть вода около нуля Он полностью разделся Встал на рюкзак Мы ему отдали Кто-то термобелье нижнее Кто-то термобелье верхнее Кто-то ему отдал свой флис И кто-то ему отдал второй свой флис И в таком состоянии Он пошел обратно Мы его проводили И потом сходили обратно Уже в короткий поход Потому что времени не осталось Рельеф нельзя недооценивать Те районы, которые мы летом ходим Во время формате трекинга В легком формате Мы можем не понимать Что зимой это совершенно другой рельеф Могут быть пустоты Под ветками, кустами, между камнями Куда можно провалиться Для этого, если вам рельеф непонятен Можно его проверить палкой Можно идти медленней И не надо в какое-то место Которое выглядит как снежное ловушко Идти всем сразу Можно отправить одного человека Посмотреть, чтобы другие Если что, его своевременно вытащили Откопали той же самой лавиной лопатой Слушай, ну раз ты затронул эту тему Вообще, насколько снегоступинг Безопасная история Вот если сравнивать Ну, мне кажется, что самое частое сравнение Снегоступинга с лыжами Ну, просто вот у Данилы У него огромнейший опыт горный И в горах этот опыт наиболее важен То есть то, что тебе простит Плоский рельеф здесь, допустим, в Подмосковье В горах горы ничего не прощают То есть вопрос о безопасности в горах Это, наверное, даже важнее, чем техническая Или физическая подготовка Потому что ты играешь с противником, который Тебе не по зубам Совсем Тебе не по снегоступам Если мы говорим, допустим, о здесь вот Подмосковье Или там просто плоском рельефе Вопросы безопасности Они сводятся к конечным каким-то факторам Там потеряться Замерзнуть Хотя на снегоступах замерзнуть тяжело У тебя идет интенсивная работа и теплоотдача То в горах, вот, у Данилы огромнейший опыт И вопросы безопасности, я думаю, он решает как раз Тут все очень просто В Подмосковье вы позвоните в МЧС И они, наверное, примчатся на каком-нибудь Снегоходе или волшебном ковре-самолете В Красной Поляне это произойдет Немножко, может быть, медленнее А может быть, так же Вот, но там есть спасательная служба У каждого курорта Есть отделение МЧС В Красной Поляне, в Сочи Есть оборудование, навыки И если есть связь Вам окажут, независимо от вашего вида Зимней активности, окажут помощь А если вы где-нибудь в Абхазии с небольшой группой И связь у вас там недостаточно устойчивая То вам нужно рассчитывать на себя А если не погода? Одна из самых основных причин Возникновения нештатной ситуации И инцидентов, проблем Это завышенная самооценка Нужно здраво оценивать свои силы Нужно начинать с легких маршрутов, средних Ходить с более сильными товарищами Регистрироваться в МЧС совершенно бесплатно Я хочу, пользуясь случаем Сообщить такой комплимент Этой организации Уважаю этих людей И они действительно занимаются очень тяжелой работой Когда вы у них регистрируете группу Это ничего не стоит Вам зададут правильный вопрос Если вы не знаете, что сказать В каждом регионе есть свой официально известный телефон Есть в Красной Поляне такой же Надо его говорить, нет? Я думаю, слушатели адекватные Они прислушиваются к советам И найдут контакты Вам нужно сообщить время возврата Точный маршрут Если даже ваш точный маршрут Немножко отклоняется от официальных разрешенных маршрутов Никто не занимается передачей этой информации Егерям, которые вас побегут там ловить Но куда вы именно идете Нужно сообщать точно Чтобы вас искали по конкретной линии вектору А не в том районе Ну вот говоря о снегоступинге Как о времени активного времяпрепровождения Мы в основном с вами поговорили о том О снегоступинге Как о самостоятельной дисциплине Вот если взять ее как часть еще чего-то Где используются снегоступы в активном отдыхе? Сноуборинг Да Прежде всего, если вот говорить, допустим, о привычных спортивных вещах То, что на скитуре ты можешь идти вверх, спускаться вниз На сплитборде ты можешь идти вверх, спускаться вниз На сноуборде ты можешь идти вверх на снегоступах И спускаться вниз на своем сноуборде Если зона выката не предполагает уклон до непосредственно цивилизации, парковки автомобиля То дальше человек на сноуборде пешком доходит Либо надевает снегоступы И вот рядом с коротом Роза Хутор Есть официальная зона катания для фрирайда Это Харгинский лес Это район Оберхутор, Юрьев Хутор Если сноубордеры не выкатываются на финишную зону Они идут в своих больших ботинках по следам скитура И я видел постоянно, что они проваливаются Их очень не хватает Ну, естественно, давление слишком высокое А на снегоступе ты идешь не проваливаясь То, что на скитуре можно идти по-ровному На сноуборде нельзя ехать по-ровному Альпинисты Зимние восхождения Подход Подход к месту Плюс к этому, за счет того, что снегоступы короткие Они, в принципе, укладываются в габарит рюкзака Ты на скитуре можешь подойти под маршрут Но лезть альпинистский маршрут с лыжами ты не будешь То есть ты оставишь эти лыжи под маршрутом Ты вынужден спуститься к началу маршрута И дай бог ты свои лыжи там найдешь В снегоступах у тебя полная мобильность Ты подошел под маршрут Прошел свой маршрут Вернулся другим легким спуском на снегоступах Снегоступы – это сопутствующее снаряжение Для многих экстремальных видов спорта Это спелеология – один из таких распространенных вариантов Потому что пещеры менее обводнены В зимнее время источники воды замерзают И до районов спелеологических нужно просто как-то добраться Зимой там действительно бывает глубокий снег Это и на юге России в районе Красной Поляны Хребет Олег, на котором огромное количество пещер Его северный склон, он хорошо засыпается снегом Когда даже на южной стороне нет вообще снега Это Мекка, спелеология, Абхазия Плата рядом с вершиной Арабика, она же Арбайка Знаменитая пещера Веревкина и Крубера Воронья Это самые глубокие пещеры, две В мире, которые по мере их прохождения и исследования Их длина рекорд увеличивается Сейчас пещера Веревкина – самое глубокое в мире У всех в мире спелеологов это здоровая, может быть, навязчивая идея туда попасть Сейчас это зона альпийских лугов, и там снега несколько метров Преимущественно они в другое время года ее исследуют Но это просто пример Важную роль играют снегоступы для всех, кто катается и работает на снегоходах Иногда происходит ошибка в маневрировании И снегоход зарывается в глубокий снег Снегоход может весить 250-300 и больше килограмм Его нужно откапывать лавиной лопатой Как только вы с него слезли, вы провалились по поясу Нормально обкапывать его со всех сторон Или там подготавливать, куда его вытягивать Ну просто не получается, я это на своем опыте знаю То же самое в районе Красной Поляны Знаменитые Хмельевские озера на плече горы Чешхо Где аномальное количество осадков В советское время было рекордное значение Зафиксировано 7 метров снега Сейчас там предлагаются программы на снегоходах И Сочинский нацпарк открыл туда снежный маршрут официально для снегоходов И район Аишха, где катаются на там разной гусеничной технике Квадроциклах на гусениц-снегоходах Именно выкапывать технику, если она оказалась не там В том числе и джип Если вы зарылись в снег Если джип зарылся в снег, вы выйдете просто в ботинках Вы тоже провалитесь Такой очень широкий спектр приближений У меня друзья покупают снегоступы всем своим друзьям Потому что у них дача находится в одном километре от дороги И все, зимой туда не дойти То есть эту дорогу не чистят И у них теперь весь поселок ходит на снегоступах То есть они приезжают на автобусах или на машине к повороту И дальше этот километр идут на снегоступах То есть это реально целый дачный поселок С одной стороны кажется, что им очень повезло в этом плане С другой стороны кажется, что им очень повезло в этом плане Они имеют возможность и необходимость ходить на снегоступах Но таких поселков несказанное количество Люди просто не знают своего счастья. Вопрос, который, наверное, надо было задать давно, но почему-то он только сейчас у меня родился в голове. Мы поговорили про выбор снегоступов в плане применения их на равнине или на более сложных участках. А, в принципе, если говорить про размеры снегоступов, то как вот здесь правильно выбрать, от чего зависит размер снегоступов? Потому что вы, Аркадий, говорили, что снегоступы и 40 дюймов. Во-первых, для чего они такие нужны? Мы оба эти факта упоминали с вами, просто их не объединили. Размер снегоступа должен позволять проваливаться в снегу на комфортную глубину. То есть, чем анатомически можно было просто продолжать шаг, не вылазить по поясу снега, а чтобы вы могли шагать. Если вы весите 120 килограмм, у вас берданка и ящик водки, вам снегоступ 25 дюймов не поможет. Чисто вот физически вы будете проваливаться в снег по пояс в этих снегоступах. Соответственно, вам нужен снегоступ гораздо длиннее. А если вы легкий маневренный альпинист и хотите потом лезть по маршруту, и чтобы эти снегоступы просто сбоку рюкзака весели, вам нужен небольшой снегоступ. То есть, длина снегоступа определяется фактически весом и задачами. Да, надо не забывать, что ваш вес плюс примерный вес вашего рюкзака. Потому что я там вешу 83 и хожу вот на TSL 226. Такая модель у компании TSL. Золотая середина, она универсальная. Но когда у меня большой рюкзак, я несу что-то вкусное для группы, и снег рыхлый, мне их реально не хватает. То есть, я просто, ну, есть выбор, я беру подлиннее. И люди многие не понимают эту разницу. Мы когда в походе специально меняемся снегоступами, чтобы люди попробовали разные размеры и функциональные особенности моделей, они только после реальной практики говорят, о, да, в этих мягче, а эти больше проваливаются там и так далее. Ну и не спешите снимать рюкзак, когда вы пришли на место стоянки. С рюкзаком вы потяжелее, вы можете качественнее вытоптать поляну, где у вас будет привал, пикник или палатка. Иначе потом поляна будет вся вот такая изъемка. Ну да, плюс к этому сами вы не провалитесь, а рюкзак, который поставите рядом, может провалиться довольно глубоко. Точно так же, как вот на снегоходе. То есть, снегоход сам плывет. У него есть некая плавучесть. Человек, остановившийся просто вот на ровном белом поле, сходит со снегохода и уходит по грудь в снег. А снегоход стоит на поверхности. Вопрос, который очень часто нашим консультантам в магазине задают по поводу лыж, это есть ли универсальные лыжи. Я хочу задать такой же вопрос про снегоступы. Есть ли универсальные снегоступы, которые, в принципе, подойдут ко всем видам активности и любому человеку? Скорее нет. Все-таки, если, допустим, длина лыж определяется уровнем катания, то есть, уровнем техники, то в снегоступах размер снегоступа определяется исключительно весом и той задачей, которую ты будешь решать. От твоей техники передвижения ничего не зависит. Соответственно, если ты тяжелый, ну, чудес не бывает. Ты будешь проваливаться. Тебе нужен большой снегоступ. А если ты легкий, то ты с самым маленьким снегоступом, допустим, 25 дюймов, ты будешь прекрасно чувствовать себя на любых склонах. Для тебя может быть вот универсальный снегоступ. В принципе, вот для всех такого не бывает, потому что их действительно большое множество, потому что большое множество задач, для которых они предназначены. Ну да, здесь, как во всем универсальном, будут издержки, минусы. То есть, да, вы сможете ходить, но вам, может, на определенных условиях не понравится или будет что-то плохо получаться. Вы пойдете и утонете в снегу. Или возьмете слишком длинные снегоступы и будете с ними мучиться на хорошем, жестком Насте. Тоже вот очень хороший вопрос. Если идти от обратного, приходят люди в магазин и спрашивают, я вешу там 100 килограмм, и у меня рюкзак еще будет. Вот мне нужны самые большие снегоступы, которые вот на 200 килограмм рассчитаны. Но он не сможет в огромных снегоступах ничего делать. Ему предлагают маленькие. Говорят, ну, здесь же написано, вот, они до 120 килограмм. Я всегда людям говорю, хорошо, они рассчитаны до 120 килограмм. Вы весите 121. Что произойдет? Они для вас больше не работают? Вы провалитесь на один сантиметр глубже. То есть, нет четкой границы, что вот этот снегоступ вот для меня не подходит. То есть, сломать этот снегоступ ты все равно не сломаешь своим весом. И все вот эти вот вес, на которые рассчитан снегоступ, это некое представление в среднем, насколько он будет вам комфортный на глубоком снегу. Один параметр – это вес человека, а другой параметр нам вообще неизвестен – это рельеф и погодные условия. Если он знает, что он будет ходить только в соседнюю деревню или на рыбалку в знакомый район, он знает, какой там рельеф и какой там обычно снег, то можно исходить из веса его, и все понятно. Он выбирает длину снегоступа. Если он будет ходить в разные места, ему проще брать в прокате разные снегоступы. Либо у друзей, либо это поручить там гиду, турфирме, туроператору. Потому что на сложном рельефе в Абхазии, там далеко, я очень буду избирательно подходить к снегоступам и к тем, кто в них пойдет. Потому что мы просто все либо дойдем успешно, легко и красиво, либо мы все не дойдем. Либо застрянем головой вниз в ручье. Поэтому мы мониторим снежную обстановку. Это метеопрогноз, лавинные службы, конечно же, социальные сети и просто дружеское общение с другими турклубами, которые недавно были в том районе, они знают, какая там снежная обстановка. Там снег слежался, надуло, сдуло, какая его глубина. И может быть, там вообще есть след от предыдущей группы, и вы даже при большом весе дойдете на небольших снегоступах, потому что там уже протоптано. А если там первый след, ну это подвиг. Ну опять-таки, вот в горах мы не рассматриваем уже весь спектр снегоступов. То есть в горах бессмысленно брать эти 40 дюймов снегоступы, длиннющие, огроменные. То, что в них ты ничего на склоне не сможешь сделать. Там просто чаще меняться первому, кто тропит. Да, выбрать из вида снегоступов, которые с цельной декой, пластиковые полностью, которые втыкаются в склон, и носком, и боком. Можно траверс сложный ходить. И просто чаще меняться первому человеку, который прокладывает маршрут. И не спеша на них уверенно достигать результата. Просто когда ты идешь один, то ты действительно тропишь, и ты там по пояс, по колено, по щиколотку. Если ты идешь большой компанией, то пятый человек идет по асфальту. То есть снег, каким бы он там рыхлым не был, он утрамбован уже настолько, все эти перемычки между следами сломаны. Ты просто идешь, не замечая этого склона. В любых снегоступах, даже в малюсеньких. И спрашиваешь, а чего вы так медленно идете? Дети очень хорошо за родителями ходят в маленьких снегоступах. Они же легче. И после родителей они идут шикарно. Потом ребенка просто так поднимают, опускают рядом в нетронутый снег, в целину. И он проваливается там по шее. Терапи, парень. С какого возраста дети начинают ходить на снегоступах? А с какого возраста дети начинают ходить? Ну, у всех по-разному. С этого возраста он может и на снегоступах. Принято. Есть какой-то, не знаю, минимальный размер снегоступа? Он какого ребенка выдерживает? Вопрос не в этом. Вопрос крепления. То есть, у меня, например, ребенок во взрослых снегоступах ходил за нами уже, когда вот протоптан уже этот асфальт. Для нее огромный снегоступ был. Но там вот... 25-й размер примерно, наверное. Ну, да. Минимальный. И вот в Сигнуле она это волочит, эти снегоступы за собой. Но, в принципе, она могла ходить. У нас есть конкретный пример прям уверенной ходьбы. Это 9 и 11 лет. Это семейные компании в Красной Поляне. Я думаю, может быть, с 5 лет. Но в районе 9-10-11 лет это прям реально есть примеры ходят. Нет, сколько. Просто ребенок много не пройдет. Но ходить чисто технически он в этих снегоступах сможет спокойно. В принципе, как только он начал устойчиво ходить, он может ходить и в снегоступах. И мало того, когда компания большая набирается, неважно, взрослые, дети, большая компания взрослых на снегоступах становится детьми. Они начинают бегать, они начинают играть в салочки. Потому что ты вдруг понимаешь, что на том склоне, который для тебя раньше был проблемой, ты можешь делать все. И вот когда идет 20-30-40 человек, это настолько заводное мероприятие. То есть это вот реально люди начинают бегать вокруг по снегу, как дети. Снежки в снегоступах. У нас есть там ряд таких развлечений традиционных в походах. Классическая история, так можно сказать, борода. Вы знаете, наверное, что такое градусник. Не доводилось такую шутку в снегу делать. Берется человек и опускается головой снег. Потом его достают. Ну, его берет компания друзей за ноги, опускает сугроб головой. Потом его достают и спрашивают, какая температура. Градусник. Если на человеке снегоступы пристегнуты, и пятка защелкнута, то его гораздо удобнее брать и окунать в сугроб. Мы на участке пушистого снега с небольшим уклоном устроиваем короткие забегы просто для видеоконтента, для Инстаграма. Вот. Комментируем это. Там у нас есть целый сериал. Вот, по крайней мере, у меня там уже как минимум 6 таких роликов. Снеганутые, часть 6. Просто бежим вниз, потом там кубарем. Главное, пока идет съемка, никто не останавливается, продолжая движение вниз. Ну, конечно же, кулинарный мастер-класс со снегоступами. Ну, и снежки. Нет, это вот Данила, да. Хорошую, кстати, затронул тему. С точки зрения картинки, забег по целине на фотографа создает совершенно неимоверные картины. Когда летит снег, когда люди активно бегут, что видео, что фото потрясающие получаются. И плюс на снегоступах, допустим, в тех же горах, так же, как на скитуре. Ты для относительно неподготовленного человека можешь его завести в очень красивые места, куда нельзя доехать или на подъемнике, или на машине. И с точки зрения вот чисто эстетической, или с точки зрения фото или видеокартинки, снегоступы дают огромнейшую свободу и очень фотогеничные кадры. Круто. Контент – это все. Есть специальный лайфхак для Инстаграма. Мы находим большое хвойное дерево, пихту Нордмана или кавказскую пихту. Оператор занимает положение, включает режим slow motion. Модель становится под свисающей ветки, покрытой огромным слоем снега. Сзади мы, спрятавшись за этой пихтой, трясем ее. Ну и дальше снег очень красиво, волнами сыпется на этого человека. И у нас было порой историй, когда человека засыпало полностью. Прям совсем. Ну через три секунды мы освобождали голову от снега. Но это память на всю жизнь. Аркадий, Даниил, я понял, что вот так погрузиться в тему снегоступов можно очень надолго. И разговаривать про этот вид активности очень много и очень весело. Но у нас есть небольшой хронометраж. Я, наверное, попрошу наших слушателей, если им тема снегоступов интересна, чтобы они написали об этом в комментариях и написали, что конкретно им интересно, чтобы мы смогли с вами еще раз собраться здесь и записать, может быть, вторую серию про снегоступинг. Ну а, наверное, для этого подкаста уже достаточно много мы поговорили. Вам большое спасибо, что пришли вы ко мне в студию. Я надеюсь, что мы еще раз здесь встретимся. Спасибо большое, прежде всего, за то, что пригласили, за то, что поговорили об этой теме, для меня совсем не чуждой и любимой. Ну и на прощание, наверное, все-таки я забыл сказать о самой главной трудности в снегоступах. Самая главная трудность в снегоступах – это на них встать. Это нужно просто для себя сделать решение, встать, и после этого вы откроете для себя совершенно другой мир, и откроются такие возможности, о которых вы просто не мечтали раньше. Спасибо. Спасибо всем за интересный диалог, за участие, и слушателям за интерес к этой теме, к зимним походам. Если вы слушали этот подкаст, и у вас будет возможность в Красной Поляне, в Абхазии найти меня, просто скажите, что вы слушали подкаст спортмарафона про снегоступы. И с меня вам будут вкусные кавказские угощения, а может быть, я вас позову в поход просто за компанию. Спасибо еще раз, что пришли. Я уверен, что мы в этой студии еще раз встретимся. Хочу пожелать, чтобы много снега было, потому что без снега... Снега надо всем. До встречи. Спасибо. До свидания. Пока-пока. Пока. Спортмарафон. Аудиоверсия. Подкаст об аудоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Аудиоверсия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова